Строительный форум 2022 пройдет с 29 по 30 сентября. На него съедутся около сотни участников. Приглашены более 30 спикеров. Как и в прошлом году, мероприятие пройдет в оффлайн и онлайн формате. Также будет организована прямая трансляция мероприятий. В рамках проведения предстоящего форума исполняющий обязанности председателя регионального правительства Александр Брокерт провел совещание. Мы будем обсуждать вопросы качественной социально-городской среды. Не просто жилье необходимо строить, необходимо создавать среду, в которой людям будет жить комфортно. Это в первую очередь состоит из жилья, из наших квартир, сколько они стоят, какого они качества. Второе, при проектировании любых микрорайонов, поселков должны быть учтены и рабочие места, то есть там, где люди будут работать. Дальше у нас должна быть социальная среда создана. Школы, детские сады, больницы. Главная цель события – привлечение потенциальных инвесторов в строительную отрасль, а также активизация работы этого кластера в республике. Презентовали созданный за последние два года градостроительный потенциал на территории города Кызылы и муниципальных образований. В текущем году строится 20 домов столицы более 40 тысяч квадратных метров, 6 домов Ховуаксы на 4 тысячи квадратных метров. Мы заключили 14 соглашений с разными инвесторами, в результате которого мы к 30-му году должны ввести 405 тысяч квадратных метров или это 201 многоквартирных жилых домов. Это мы пока уже по разработанным проектам, пока вот уже начали реализацию проектов жиля, но у нас есть еще и перспективные земельные участки, где мы еще не разрабатывали проекты планировки территорий. Планируется, что по итогам деловой части форума будет подписан ряд стратегически важных для республики соглашений, а также сформирован перечень предложений по совершенствованию архитектурно-строительной политики, проектного финансирования и стимулирования инвестиционной деятельности в сфере жилищного строительства Тувы. Рассматриваем дальше развитие жиле южнее улицы 75 лет Победы. Есть еще и в бережных дачах федеральной земли под застройку. Также мы планируем еще проект планировки разработать еще в Вавиленском участке. Пока эти три участка мы как бы перспективные земельные участки для строительства жиля, из результата которого тоже планируем еще 300 тысяч квадратных метров жиля тоже как бы получить, то есть построить. Программа форума включает и культурно-познавательную часть. Гостей ожидает торжественное открытие с концертными номерами. А также экскурсии в Национальный музей республики, Центр традиционной тувинской культуры и наскультурный комплекс «Центр Азии».